В нашей вангальнице, черной, родились четыре поросенка. Открывали ее семям. Я вот не помнила, либо дюрком, либо ландрасом, но что-либо поросятам, понятно, что ландрасом. Их всего лишь четверо родилось, но она плохо стояла, когда убегала. Видно, что в цикл они попали, где-то, скорее всего, на конце уже охоты. Я вот пришла, хочу посмотреть, кто мальчик или девочка, чтобы знать, что уже заказы есть, такие пятна новые, и у того, и у того, у всех. Сама свиноматка, конечно, крупная, я по ее животу думала, что там, блин, их будет достаточное количество. Понятно, что мангалится, но хотя бы штук 7-8, потому что она такая толстая дама. И так, вы уже видели этот инкубатор, когда я доставала тут индюшат. Сейчас я его уже заново помыла, опырскую на всякий случай еще спиртом, ну, раствором дезинфицирующим. Самое больше мне не нравится, это лоток. Он такой весь как будто грязный, но это уже такая, как бы на лед он не отмывается. Буду сделать новую закладку. Вот, кстати, кто-то спрашивал, что как у тебя так быстро вывелись индюшата, если ты только недавно закладывала. Нет, это инкубатор второй, то есть это большой, а это маленьких. У меня таких два штучки, но в одном проблема сейчас с переворотом, поэтому я им не пользуюсь. То есть там что-то сломалось, но он у меня пока просто стоит. Датчик вон, пока я ставила, упал. Здесь датчик температуры и всего остального, надо его будет заново подключить. Яйцо снова закладываю такое же, хайбрид конвертер, канадское. Уже проверенный. Тот оплот, кстати, спрашивали, какой вывод по итогу получилось. Где-то 87% от общей закладки, то есть это, если я правильно посчитала. Ну, короче, достаточно хороший. Это минус оплот и минус те, которые там умерли, уже маленькие или не вывелись. Поэтому я считаю, что это все в порядке. Сейчас мне главное, чтобы большой инкубатор тоже так же хорошо будет. Еще, кстати, спрашивали в лоточек, сколько штук влазит. 56 штук у меня влазит в этот лоток. Инкубатор ТГБ 280 у меня, и спрашивали, сколько индюшиных. 200 штук у меня влазит спокойно, еще плюс остается. То есть тут у меня еще один лоток свободный, вот у меня яйца остались, и вот лоточек. То есть здесь осталось 32 яйца, то есть это половина будет. Где-то 230 яиц влезло бы индюшиных. Ну вот, решила смонтировать хоть какое-то видео. Были фрагменты на телефоне, но как бы полного видео не получалось, потому что видео было немножко. Обычно на участке времени не хватает поснимать, потому что то-то-то-то по-быстрому надо доделать, а уже то поздно, то еще что. И особо ходить снимать не хочется. Плюс я еще заболела, как вы слышите, наверное. И нет настроения ни стрим вести с таким голосом, ни видео особенно снимать. Сегодня не поехала даже на участок. Плюс у меня, кстати, сломалась машина полностью. Уже нет смысла ее ремонтировать. Сейчас не знаю, что буду делать. Ну, как-то буду выходить с этой ситуации. Ну, она, в принципе, свое уже отжила. Было понятно, что она вот-вот сломается. Но, как всегда, когда она ломается, это всегда не вовремя. И неудобно. Сейчас плюс еще каникулы в школе. Отходов нет. Ну, пока, как вы видели, или я не говорила, может, пока я частично кормлю комбикормом. И в ближайшее время попробую на чем-то забрать пивную дробину. Потому что, как бы, на комбикорме очень дорого обходится. И это хороший комбикорм. Делала сейчас именно для свиноматок своих комбикорм, которые именно лактирующие свиноматки. Хорошие, с большим количеством шрота. Там кукуруза, ячмень, пшеница и добавки минеральные, витаминные. Плюс у меня еще в апреле тоже должна одна свинка родить. К сожалению, одну из свинок пришлось зарезать. Вот тогда, когда я писала, что я экстренно уехала на участок, пришлось резать свинку ландраску. Что-то у нее случилось, скорее всего, с беременностью, либо ей, ну, как бы, непонятно. Поэтому, как вы понимаете, в сельском хозяйстве невозможно ни стрим запланировать, ни, в принципе, работу какую-то свою запланировать. Потому что в любое время может что-либо случиться, и нужно будет экстренно ехать, что-то делать и все остальное. Конечно, было очень жалко. У нее уже очень крупные были поросята. Ей уже было скоро пороситься, судя по всему. То есть она стояла с хоряком, но у меня было записано, что к началу мая. Но там уже поросята были большие, поэтому я думаю, что там у нее, ну, пару недель оставалось ей. Вот. Ну, как бы, хоть как-то, все равно бы ей уже... Ну, как бы, возможно, у нее был завороток матки, либо еще что-то. Там причин может быть очень много. Поэтому, конечно, это убыток, конечно, это очень жалко эту свинку, но лучше так, чем вообще никак. Вот. Поэтому решила вам записать хоть какой-то ролик, пока есть более-менее нормальное такое самочувствие. Поэтому проблем много, но ничего, мы со всем справимся. И я думаю, что на место этой свиноматки мы купим себе двоих свиноматок. Все равно останавливаться не надо, и как-то надо идти вперед. Вот. Ну, такое видео получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписан, и всего доброго. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok